Государственная служба и депутатская деятельность, бизнес и производство, журналистика, здравоохранение, образование, наука и культура. География профессиональных высот участниц приема обширна. Представительницы прекрасного пола успешно зарекомендовали себя в разных сферах деятельности и своим личным вкладом сделали многое для социально-экономического развития города. У каждой из них свой секрет успеха. Как сказал классик, самое страшное в жизни быть успокоенным. Мне кажется, это внутреннее беспокойство, оно на любом этапе, будь то в семье, будь то в отношениях с родителями, будь то в отношениях со своими коллегами на работе, оно всегда задает определенный тонус. И это какая-то, по моему мнению, внутренняя составляющая. Мне кажется, это позиция человека. Не потому что ты хочешь куда-то выбиться или стать каким-то суперизвестным и показать не самый лучший свой чертный характер, а именно для того, чтобы что-то сделать, кому-то помочь, не быть безразличным, не быть успокоенным. Мне кажется, в этом секрет успешности – сочувствие и сопереживание окружающим. Для меня самое главное – это любовь, взаимопонимание, хорошие друзья, но и самое главное – это моя работа. На ежегодные встречи с брестскими активистками обсуждались насущные проблемы, проекты и нововведения, приуроченные к тысячелетию города. Не остались без внимания темы строительства и реконструкции значимых объектов, транспортного сообщения, услуг и благоустройства. И в каждой из этих сфер трудится большое количество женщин. Пользуясь случаем, я хочу поздравить именно наших брещанок с Международным женским днем. И в год именно Малой Родины хочу пожелать именно нашим женщинам-брещанкам, чтобы именно наши женщины-брещанки оставались истинными хранителицами семейного очага – мира, добра, любви, благополучия и, конечно, исполнения самых заветных желаний. А вечером в гостеприимных стенах областного общественно-культурного центра прошли выставка, посвященная самым известным женщинам мира, и праздничный концерт с емким названием «Любовь». А еще женщинам-ветеранам войны вручили юбилейные медали 100 лет Вооруженных сил Беларуси. Женщин хочется поздравить не только в эти дни, но и вообще всегда. Ну а весенние праздники, естественно, это у нас первая ассоциация, это Международный женский день. Пожелать им хотелось бы красоты такой же, какой они обладают сегодня, любви, успехов во всех их начинаниях, ну и здоровья. И все же главной в этот мартовский вечер здесь была любовь. История отношений юношей и девушки, рассказанная со сцены, не оставила равнодушных в зале. Я повторяю сновь из вас, не умирай любовь, не умирай любовь, не умирай любовь, не умирай любовь. Через песни, органично вплетенные в театральные миниатюры, авторы признавались в любви всем представительницам прекрасного пола, независимо от возраста, потому что у чувств нет времени года и они не подвластны моде. Сама природа благоприятствует нашим женщинам в преддверии такого хорошего светлого праздника, дня 8 марта. Что хочется пожелать нашим женщинам? Хочется пожелать им счастья, благополучия, здоровья, удачи во всех ваших делах и начинаниях. Наши женщины, женщины Беларуси, Бреста, Брещины, самые-самые лучшие женщины в мире. Они и труженицы, они замечательные мамы, жены, сестры, дочери, внучки. Поэтому в этот прекрасный день хотелось бы пожелать прекрасного, замечательного настроения. Конечно, здоровья, удачи, удачи в делах, удачи в личной жизни, счастья, любви, чтобы каждый день приносил только радость. Ирина Ольшова, Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.